Сегодня гуляя по соседнему селу Вережаны, или как оно звучит еще правильно, Вережень, это Охницкий район, мы спускались к Днестру, вот село Вережень расположено наверху. Вот мы спустились, идем к Днестру, и вдруг нам на пути встретилось вот такое строение. Это строение еще Советского Союза, большое такое строение. Я встретил пастуха, который пас коров, и он нам рассказал, что это во времена Советского Союза была водокачка. Значит, Днестр вот там, если вы видите Ивы, Тополь вот, там Днестр, значит, вот это такое строение, и это водокачка. И как вы думаете, вот он Днестр, видно вам, да, водичка? Вот оно. Значит, в советское время, вот это была насосная станция, водокачка. Качали воду из Днестра, и отсюда вода подымалась в поселок Фрунзе. Там, значит, были два завода, два большие завода, сахарный завод и лимонный завод. Лимонка. Просто народе, как говорили. Представьте себе, какое сооружение. Какое сооружение. Просто страшно. Ух. Просто страшно. Это сколько вложений, сколько материала, сколько труда, сколько денег. Уму непредсказуемо. Сейчас идем вовнутрь, посмотрим, что там. Несколько этажей. Так. Попытаемся войти. Все заросло. Здесь вот открывается такой вид. Кто знает еще, кроме поселка Фрунз, куда качалась отсюда вода? Пишите в комментариях. Смотрите, какое строение. Здесь далеко. Вау. Очень. Это что? Скажем так, первый этаж, да? Второй этаж. И там еще третий этаж. Такая вот лестница. Большая. А там уже вода. А там уже вода. А там уже вода. Круглое такое. Круглое такое. Круглое сооружение. Да, интересно. Что? Очень опасное место. Очень опасное место. Но вам скажу так. Отсюда до воды метров 8. не знаю камера передает то не передает но что есть то есть кто знает какого года это все строение пишите в комментариях мы идем дальше спускаемся в днестру спускаемся гнестру кому понравилось пишите ваши комментарии кто не подписан подписывайтесь а кто знает время строения или датировать дату строения или сказать год строения этой насосной станции пишите ваши комментарии всем пока пока